МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его считают крупнейшим в истории науки физиком-экспериментатором. Он создал модель электродвигателя и заложил основы современной электроэнергетики. По словам русского физика Столетова, никогда со времен Галилея свет не видал столько поразительных и разнообразных открытий, вышедших из одной головы, и едва ли скоро увидит другого Фарадея. Майкл Фарадей родился в 1791 году в предместе Лондона в семье Кузнеца. Скромные доходы семьи не позволили Майклу окончить даже среднюю школу, и в 13 лет его отдали учеником в переплетную мастерскую, которая находилась при книжной лавке. Майкл с интересом читал книги, особенно его впечатляли труды по химии и статьи по новой тогда отрасли электричеству. Один из посетителей лавки обратил внимание на молодого переплетчика-книголюба и подарил ему пригласительный билет на лекции английского химика Дэви. Фарадей тщательно записал четыре лекции, переплел их, и послал знаменитому ученому, попутно заявив, что хотел бы у него работать. Естественно, Дэви отказал юноше, но через несколько дней, проводя химический опыт, ученый повредил глаз, и ему срочно понадобился ассистент. Так сын кузнеца, гениальный самоучка Майкл Фарадей, стал ассистентом знаменитого химика в Королевском институте. Впоследствии Хэмфри Дэви скажет, что из всех его открытий самым значительным было открытие Фарадея. Он опубликовал около 40 научных работ и впервые в истории получил бензол, жидкий хлор и аммиак. А после того, как в 1820 году датский физик Эрстед открыл магнитное поле электрического тока, Фарадей заинтересовался связью между электрическими и магнитными полями. И уже через год 30-летний ученый сделал свое первое открытие в этой области, заставив магнит вращаться вокруг проводника с током. По сути, Фарадей построил первый в истории техники электродвигатель. Получив в 1827 году профессорскую карьеру, Фарадей по-прежнему был очень стеснен в средствах и с трудом мог прокормить себя и жену Сару. Друзья выхлопотали ученому пожизненное содержание. Но министр казначейства посчитал подобную трату денег расточительством. Тогда Фарадей отправил высокопоставленному чиновнику письмо, которым с достоинством отказался от подачи к правительству. И министру пришлось просить извинения у талантливого ученого. Размышляя о взаимодействии различных видов энергии, Майкл Фарадей поставил перед собой новую цель – превратить магнетизм в электричество. С этой задачей он справился блестяще. 29 августа 1831 года Фарадей обнаружил явление электромагнитной индукции и создал первый в мире электрогенератор. Хотя нынешние генераторы, вырабатывающие электроэнергию, имеют более сложную конструкцию, все они – и велосипедный фонарик, и мощная электростанция – работают на основе принципа, открытого Майклом Фарадеем. Фарадей не интересовался прикладными возможностями своих открытий. Главным для него было исследование законов природы. Он заложил основу учения об электромагнитном поле. Эта идея, по мнению Эйнштейна, была самым важным достижением науки со времен Ньютона. Биографы отмечали поразительную работоспособность великого ученого. Фарадей буквально живет в лаборатории среди своих инструментов. Его глаз всегда наготове, движения быстрые и уверены, ловкость в искусстве экспериментирования невероятная. Немецкий ученый Гельмгольц, покоренный нравственными качествами Фарадея, писал «Другого, столь располагающего к себе характера, я не встречал». В 1833-34 годах Фарадей провел исследование по электрохимии и сформулировал законы электролиза, названные «законами Фарадея». Он ввел в научную практику термины, которые используются и по сей день. Ион, анод, катод, электролит и другие. Постоянное умственное напряжение подорвало здоровье Фарадея и вынудило его на пять лет прервать научную работу. Вернувшись к исследованиям, в 1848 году ученый открыл так называемый «эффект Фарадея». Это было первое указание на существование связи между оптикой и электромагнетизмом. Взволнованный своим открытием, Фарадей писал, что он намагнитил свет и осветил магнитную силовую линию. К 70 годам память ученого стала ослабевать. 12 марта 1862 года Фарадей описал в лабораторном журнале «Последний опыт», помеченный номером 16041. Последние пять лет жизни он провел в своем имении Хэмптон-Корт и скончался в 1867 году. Фарадей никогда не стремился ни к богатству, ни к почестям. Но за свои заслуги он был избран почетным членом более 70 научных обществ и академий. Его труды ознаменовали наступление новой эры физики, а он не брал патенты на свои изобретения, неоднократно отказываясь от выгодных должностей, сулящих ему баснословные доходы. Отказался он и от дворянства, сказав при этом «Благодарю, но я хочу называться просто» – Майкл Фарадей. КОНЕЦ